2011 год, конечно, важную роль в моей жизни сыграл, и основной мой доход – это все еще деньги, которые я получаю благодаря тем инвестициям. Мне достаточно много донатят на самом деле, то есть я прям много, больше, чем хорошая зарплата в России, больше, чем несколько хороших зарплат в России. У меня щедрые патроны, наверное, один из самых успешных патреонов в русскоязычном сегменте, политическом точно. Поэтому какие-то деньги поступают в виде патронов, какие-то деньги поступают в виде донатов, мне в общей сложности за все время задонатили 9 биткоинов. Это сейчас вообще приличная сумма денег, это 400 тысяч долларов, наверное, в пересчете, да? Просто на канал. Поэтому донаты поступают, тоже какой-то доход получается. А Павел Дуров не является случайно вашим патроном? У меня такой информации нет, давайте так сформулируем. Ага, просто стало интересно, может быть, вас поддерживал как новоиспеченный либертарианец. Просто согласитесь, вот вся либертарианская этика, она все-таки про какую-то протестантскую этику в том числе, про работу, про такое честное зарабатывание денег. И 11-й год и биткоин, это, согласитесь, такая суперсчастливая, но случайность. Потому что таких историй на рынке, их можно по пальцам одной руки пересчитать. И вот до сих пор мы, все либертарианцы России, благодарны тому самому 11-му году. Той самой случайности, можно сказать, финансовой. Ну, я бы не сказал, что это случайность. Огромное количество либертарианцев разбогатело благодаря криптовалютам, потому что это очень хорошо легло на нашу идеологию, на наши взгляды о том, как должна работать экономика. И даже вспоминая свои инвестиции, я помню диалог, который у меня произошел с человеком, который мне впервые рассказал о биткоине, и который меня убедил в него инвестировать. Он меня убедил буквально тезисом о том, что, ну, слушай, ты вот всю жизнь говорил о проблемах в банковском секторе, ты всю жизнь говоришь о проблемах в фиатных деньгах. Вот эта альтернатива, она уже работает. И в тот момент на многих либертарианцев это прям легло на нашу идеологию. Очень много либертарианцев поднялось благодаря криптовалюте, не только в России. То есть я, наверное, в России самое громкое лицо, да, но это по всему миру, по всему миру произошла аналогичная история. Я не согласен, что это какая-то суперредкое событие. У каждого поколения, каждому поколению выпадает подобный шанс. В моем поколении это была криптовалюта, в поколении до меня это были акции и Амазона, и Эппла, и Гугла, в которые тоже можно было вложиться и баснословно разбогатеть. У следующего поколения будет похожая история. С биткоином, наверное, особенность только в том, что институционально в него войти долгое время было очень просто и до сих пор очень просто. По сравнению с рынком акций. Но в то же время люди, которые инвестировали в Эппл в 1994 году, они видели примерно такой же рост своих инвестиций, что видел я с 2011 по 2018, например. Вопрос был связан с тем, что есть какой-то образ такого правильного либертарианца, и есть все-таки образ человека, который когда-то очень хорошо сыграл на акциях и до сих пор очень хорошо на эти деньги живет. В общем-то, не совсем получается либертарианская такая справедливость. Или же я не права? Нет, вы абсолютно не правы. Во-первых, потому что инвестиция в криптовалюту – это инвестиция в инфраструктуру, которая сегодня обеспечивает финансовые отношения людям, которым они в противном случае были бы недоступны. Самый яркий пример – вот я был в Колумбии, читал лекцию. На лекцию, в мою лекцию приехали люди из Венесуэла. Ну то есть на конференцию они приехали, но они меня знали, меня это очень сильно удивило. И в частности, ну это в сторону вообще, да, просто удивился, что меня знают в Венесуэле, потому что часть моих роликов переводилась на испанский. Я с ними разговаривался, они говорили, как у них там в Венесуэле все происходит, и буквально сегодня криптовалюта – это для них единственный способ банкинга, единственный способ побега от инфляции, единственный способ, с помощью которого они могут делать и получать переводы из-за границы, например. Потому что когда ты их пытаешься отправлять какими-то традиционными средствами, они либо уже полностью не работают, либо государство за это берет такие сумасшедшие налоги, что люди просто этим не пользуются. Поэтому нет, это было вложение в инфраструктуру, классическая инвестиция. То же самое относится к инвестициям в акции, это очень в данном случае похоже. Что касается… Ну, еще раз повторяю, да, это никакое не чудо, это просто технология, которую либертарианцы рассмотрели первыми просто в силу того, что эта технология соответствовала их представлениям о том, как должен функционировать мир. Да-да-да, нет, я, конечно, ничего против не имею ни игры на бирже, ни каких-то, тем более, таких вот настолько удачных инвестиций. Просто это не результат вот такой долгой, мучительной, продолжительной работы, которая считается таким верчью у либертарианцев. Так подождите, подождите, нет. Что значит мучительная работа? Либертарианцы оценивают по результату, а не по количеству приложенных усилий. Это вообще вот эта вот трудовая теория стоимости, она абсолютно абсурдна, разумеется, потому что неважно, насколько ты устал, важно, что в результате получилось. И в этом смысле либертарианцы рукоплескают людям, которые мало устают, но много делают. У Максима Катца, как вы знаете, есть такая, ну, легенда, что ли, про его заработок. Он всегда говорит о том, что он просто очень хорошо играет в покер и очень хорошо заработал. Естественно, говоря про вашу историю с биткоином, ну вот тоже есть такое ощущение, что есть публичные политики, у которых есть вот эти вот какие-то активы непрозрачные и вот эти вот легенды, недоступные обычному человеку. Ну, криптовалюта была доступна обычному человеку в последний раз, когда биткоин вырос в 10 раз. У меня на эфире был Майкл Найки, прости господи, да, где он отговаривал моего подписчика в криптовалюту вкладываться. Поэтому это было доступно еще вот только что, это на самом деле доступно до сих пор, потому что биткоин еще будет расти, на отрезке в 10 лет он точно будет расти еще серьезно. Я понимаю вопросы там, которые к моим деньгам возникают, но как бы проследить мои инвестиции в криптовалюту очень легко по моим социальным сетям. Я ничего из них не удалял никогда, во-первых. Во-вторых, ну, я не скрываю того, что... А вы прям писали, вкладываю столько-то, покупаю. Конечно, у меня есть твит, когда биткоин пробил 40 долларов, не тысяч, долларов, я написал, что фиатным валютам скоро конец. Я могу этот твит поднять, попросите вашего режиссера, он выведет его на экран. Что он доказывает, этот твит, что он доказывает? Он же не доказывает ни объем инвестиций ваших. А какой объем инвестиций нужен, когда биткоин стоит доллар, понимаете, для того, чтобы сегодня быть богатым человеком? Я не знаю, как вам... Естественно, я не буду бегать с криптокошельком доказывать, что у меня есть деньги. Мой образ жизни вроде показывает, что они есть.